Здарова! С вами Настольный Сюр, а с вами, ну, немножечко подкопченый Паш Сюр. Надеюсь, вы соскучились, потому что это какое-то настольное шоу, сокращенно экшен или экшон. Я вернулся из отпуска, из Владивостока, и готов рассказать вам о том, что упустил за последние пару недель. Погнали! И экшен! Начать сегодняшний экшен я бы хотел с рассказа о своем канале, о планах, о видосах, которые вышли, которые выйдут, и, возможно, о новых рубриках. Итак, во-первых, я думаю, какому-то количеству из вас интересно, как я съездил, как мне город и вообще Приморский край. И могу авансом сказать, что это просто великолепнейшая поездка, это просто фантастический город, Владивосток, я в него просто влюбился. И, наконец-то, я, наверное, разражусь еще одним каналом настольный Сюрлайф, где на фоточках расскажу о своей поездке в целом. О прекрасной архитектуре, о великолепной еде, о фантастических людях, короче, обо всем, что я увидел за поездку. Короче, я, повторюсь, еще раз влюбился в город, в людей, в еду, в архитектуру, во все. Короче, великолепная поездка. Можете мне завидовать. Далее, по контенту. По каналу я вам задолжал настольный июнь. И, наверное, я его с июлем объединю, потому что из-за поездки я вроде не так много сыграл. Но я посмотрю, возможно, там дофига в итоге все равно получится. И тогда июнь и июль выйдут довольно, ну, близенько друг к другу, плюс-минус одновременно. И вы получите в два раза больше контента. А, возможно, это будет один здоровенный выпуск за июнь и за июль. Пока не знаю. Но все будет. Я про июнь не забыл. Не переживайте. Далее. Что касается Unmatched'а. У меня остался плащ и кинжал. И к нему я пока не знаю, кого добавить вторым выпуском. Вероятно, либо Черную Пантеру, либо Зимнего Солдата, либо Вдову. Но я пока за них очень мало сыграл, чтобы что-то по этому поводу рассказывать. Еще я хотел бы прокомментировать видос про Ready Set Bet на старт. Внимание, вскач. И, честно говоря, я был очень удивлен. Смотрите. Когда ко мне приходит издатель и говорит, Паш, сделаешь обзор вот этой игры, вот этой, вот этой, я, в принципе, могу предсказать, ага, вот это будет хайпово, вот это, наверное, никто не посмотрит, но, в принципе, как бы, деньги есть деньги. Я сделаю обзор и, как бы, ну, ладно. Просмотров много не будет, но кто посмотрит, порадуется. А не всегда я попадаю. И вот в Ready Set Bet я был очень удивлен. Зная, какой офигенный, восторженный флер у игры в моем каком-то небольшом комьюнити, за его пределами среди тех, кто ходит на кемпы, хардкор геймс безумно восторженно высказывались об этой игре. Я был почти 100% уверен, что обзор будет очень востребователен. Я был уверен, что игру сметут. Я думал, что просто это будет один из таких топовых сборов, предзаказов на настолку. И я был очень сильно удивлен, насколько прохладно народ ее принял. Потому что, да, повторюсь, на кемпах я столько эмоций, столько ора, столько, ну, каких-то восторженных криков слышал об этой игре. Ну, воочию, в процессе, за соседним столом. Что, ну, я слабо верю, почему такая, ну, говорю, прохладная встреча от комьюнити, от вас. Возможно, потому что в последнее время слишком много предзаказов, и на все не хватает средств. Но Ready Set Bet это довольно уникальная вещь, с офигенно динамичным угарным геймплеем. И вот меня спрашивали в комментариях, я отвечал, ну, и вам отвечу, что, вот, Паш, вот ты говоришь, что круто, клево, но я вот почитал на БГГ, говорится, что от пяти человек весело, а на меньшее число нет. Ну, вероятно, зависит от компании, но я впервые сыграл в коробку на троих. И я думал так же. Я думал, ну, наверное, как и с Цербером. Очень здорово, когда много людей. Когда мало, ну, не очень здорово, мягко говоря. А по итогу я ошибался. Мы включили приложение, и, блин, две партии, то есть восемь заездов просто на одном дыхании. Клево, весело, динамично, с угаром, с ором, с криками. Да, черт, почему я поставил не туда? Обычно, правда, в этих орах меньше нормативной лексики, чем я вам сейчас рассказываю, но суть вы улавливаете. Даже на озвучку Чучу Геймс позвали клёвого мужика. Я, честно говоря, не помню, как его зовут, но это один из авторов отвратительных мужиков прекрасного подкаста. Пару раз слушал, но, как бы, я не подсел на них. Но я знаю много фанатов у ребят, их обожают, и удивлён, что, да, все не сметают Ready, Set, Bet с полок. Потому, если вы боялись, что я там как-то слишком переигрываю, что я слишком захваливаю игру, ну, вероятно, вот этот мой спич не изменит вашего мнения, но игра действительно такая крутая. Она офигенная, и в неё действительно азартно, громко, круто играть. И вот частенько её в комментариях сравнивают с Камелапом, и нет там совершенно другой опыт. Потому что в Камелапе вы делаете ставки, потом начинаются скачки. Здесь же скачки в реальном времени, и ставки в реальном времени, и то, что вы можете переиграть. Вы видите, что какой-то конь, какая-то лошадь, да, вырывается вперёд, вы стараетесь отбить свои неудачные ставки, перебивая в других местах, но потом какая-то третья лошадь выскакивает вперёд, и вы такие, да чёрт, я проигрался в пух и прах. И это вот офигенные, вот эти вот азартные чувства передаются. При этом вы не рискуете реальными деньгами, и как бы вот этот негативный момент ставок в реальной жизни нивелируется тем, что это просто игра. Короче, блин, офигенная игрушечка, зря вы проходите мимо. Я, честно говоря, не знаю, какие там сборы, но судя по комментариям и судя по активности под видосом, в принципе, как-то большого ажиотажа я не заметил. А зря. По поводу новых рубрик на канале. У меня вот обычно после отпуска, после отсутствия какое-то творчество начинает, так сказать, бурлить во мне. Я что-нибудь такого эдакого новенького придумываю. Ну, не всегда сильно новенького в рамках жанра на ютубе, но в рамках канала так точно. И что я придумал в этот раз, хочу с вами проконсультироваться. Ну, наверняка я всё равно сделаю пилотный выпуск, посмотрю на просмотры, на лайки, на активность, и уже после этого буду решать, будем ли мы продолжать. Но посоветоваться можно с вами уже и здесь. Итак, суть рубрики, что это будет некий такой растянутый настольный словарь. То есть уже есть хорошее видео от Влада с Низагамс, где он расписал все настольные жорганизмы, описал, рассказал, пояснил. Для новичков вообще мастхэв. Вот, возможно, когда-нибудь я сделаю ремейк, когда слов накопится больше, когда можно будет это как-нибудь красивенько обыграть. Но вот в новой рубрике я хочу сделать немножко по-другому. Я хочу каждому слову, каждому термину, каждому жанру посвятить отдельный ролик. Они не будут очень большими, но я там больше внимания буду уделять этому моменту. Да, например, я буду рассказывать все подвиды этой механики. Например, я буду говорить с примерами. Я буду говорить, какие игры с данной механикой, например, или в данном жанре, можно попробовать. Какие хороши для новичков, какие хороши для старичков, какие есть хидденджемы, да, то есть скрытые бриллианты, то есть скрытые какие-то не нашумевшие, не хайповые игры, которые используют данную механику или в том жанре. Вот, мне кажется, будет интересно. То есть не очень большие ролики, где будет и расписано для новичков, разжевано в рамках термина какого-то, так и с примерами для разной аудитории. Мне кажется, будет интересно. Но решать, как всегда, вам. И в конце вот этой подрубрики про канал я бы хотел зачитать один из комментариев, который человек написал на предзаказе у Гаги. И я надеюсь, что он не обидится, что мне слили этот комментарий, и что я уж тем более его зачитаю, потому что он безумно веселый, зачетный, и мне так понравилось, что мне хотелось бы с вами им поделиться. Итак, комментарии к предзаказу, я так понимаю, Буллета, а возможно, Анмейчта, мне не уточнили. Привет! Я от настольного сюра, но буду на него жаловаться сейчас. В скобочках, зачем? Этот негодяй подсадил меня на Анмейчт. Я скупил всё, что только возможно с рук, потому что нигде ничего купить уже нельзя. Но это было лишь начало моих проблем. Позже, когда я начал смотреть турниры и разбирать матчапы, стали происходить странности. Со мной перестала играть моя девушка. Думаю, что всё началось после победы на втором ходу за Медузу. Она тогда долго плакала и отказывалась брать реванш. Теперь же мои проблемы возведены в абсолют, так как она запрещает выбирать персонажей и заставляет рандомить их среди достаточно узкого пула, из которого недавно убрала даже Беовульфа. Я был вынужден спрятать все расчески, чтобы начать переговоры. Но кажется всё бестолку. Боюсь, что следующим уберут невидимку. Моя жизнь превратилась в кошмар, в котором я вечно голоден и меня кормят, но редко. И с сухофруктами. Если вдруг реферальная ссылка настольного сюра не прошла, добавьте этот заказ под него, пожалуйста. Потому что остро необходимо, чтобы человек, который ответственен за мои страдания, получил всё, что заслуживает. До последней копейки. Потом разбогател, зазнался и скатился. Таков мой замысел. Мне нравится такой замысел. Я надеюсь, что девушка этого молодого человека нашла расчески, выторговала всё. Но хочу напомнить, что я всегда говорил, что поражение – залог крепких и долгих отношений. И! Экшн! Вторая тема на сегодня – это, ну, вроде как нашумевший, а вроде как не нашумевший Мордред. Я уезжал, начинался предзаказ на Кикстартере, я вернулся, и он почти закончился. И закончился очень плачевно, так понимаю, для кульков. Это игра, которая всем своим видом кричит, что я от Эрика Лэнга. Я от создателя Бладрейджа, я от создателя Анха, я вот вся такая. Про Ария Контрол с разными расами, да, с карточками, с небольшой территорией какой-то. Но это игра не Лэнга. Окей. Игра великолепно нарисована. Просто мой поклон. Просто ролик, где художник рисует, собственно, арты. Великолепно. Идея тоже шикарная. То есть, Мордред что-то там наколдовал. Немножечко неправильно. А Мордред это, напоминаю, рыцарь круглого стола, который предал Артура. И вот он решил призывать на свою сторону фей. То есть, мир сказок. Мир потусторонний. Но что-то напутал, и в итоге Авалон, да, Англия слилась с миром феи во что-то единое. И теперь мы находимся здесь. В рамках игры есть три силы, к которым мы будем ссылаться, и чью благосклонность мы будем стараться получить. Это, собственно, Мордред, Моргана и Мерлин. И Артур пропал. Рыцари пропали. И в этом первая проблема. Почему вы используете офигенный сеттинг, сеттинг без авторских прав. То есть, вот почему любят Артуриану, как и Лавкрафтиану. Потому что, что у Лавкрафта нету авторских прав, что и на Артуриану, да, на круглый стол, на Артура тоже нету авторских прав. И вот, используя этот базис, вы такие, нафиг Артура, нафиг всех известных рыцарей, то есть, только с плэджами, только с дополнениями мы получили одного известного рыцаря, Галахада. Все, больше никого. Смысл от меня немножко ускользает. Причем, до этого Кулминиор Нот всегда делала модуль в ТТСе, чтобы люди могли попробовать игру перед предзаказом. И это такой очень хороший флажочек, очень хороший признак, что игра крутая. То есть, сами авторы готовы поделиться в бесплатном доступе своей игрой в цифровом виде, чтобы, так сказать, показать людям, что они покупают. Смотрите, мол, такая офигенная игра, берите, пробуйте и возвращайтесь, потому что мы сделали конфетку. В этот раз почему-то такой возможности нет. И это вот обратный флажочек, такой, да, красный флаг, который можно считать. И который, вероятно, покупатели считали. Дальше, фракции, которыми вы оперируете в процессе игры, максимально какие-то, ну, безликие и фэнтезийно-толкинистские дворфы, эльфы, люди, и, да, единственный более-менее какой-то такой интересный концепт, это вот местные то ли тролли, то ли хоп-гоблины, вот они выглядят как-то инновационно, ну, в рамках, так сказать, привычного фэнтези. Все остальное так, ну, просто эльфы, просто дворфы. Ну, там есть клевый дворф на жабе, вот он хорош. Учитывая, что сегодняшний ролик, как всегда, выходит в среду, то мои чуваки, дворф красавчик, там еще просто жаба, по-моему, есть. В плане миник, вопросов ноль. То есть, визуал, продакшн, как всегда, у кульков будет на высшем уровне. С точки зрения геймплея, черт его знает, почти всю кампанию не было вообще никаких нормальных видосов. Ни обзоров, ни летсплеев, нам показали, да, как рисуют арты, нам показали какой-то презентационный ролик. Все. Не так давно вышел, да, летсплей на Дайстауре, и летсплей там тоже очень странный, где большую часть партии все угорают, и, не знаю, смотреть это было довольно тяжеловато. Но все же. Короче, вот, очень много каких-то вот неявных аспектов, которые говорят, что игра, вероятно, будет не так хороша, как хотелось бы. И потому, вероятно, из-за вот этих всех красных флажочков, игра очень плохо собирает. Вот, на момент записи там меньше 400 тысяч. Если что, в сравнении, по-моему, Анг у Ленга собирал больше трех миллионов. Там, три с половиной миллиона. А здесь, ну, вероятно, под конец будет полмиллиона. Но, мне кажется, для кульков это скорее расценивается как негативный опыт, как, да, плохой кик. Хочется ошибаться, потому что визуал, повторюсь, очень офигенный, но как-то вот слишком много но. Подождем, может, когда-нибудь мы получим хотя бы модуль в ТТСе. Ну, или кто-то из наших друзей привезет с кика коробочку, мы поиграем. Ну, поживем, увидим. Но пока очень странно. Ииии, экшен! Что тут можно сказать? Я продолжаю пускать слюни на зверя и на новые анонсы с новыми персонажами. Нам показали еще целых новых двух. Одного монстра, одного зверя и нового охотника. Ну, не очень нового. Итак, зверь это вейкер. Это такой павлин, да, с маской человеческой, маской души. И вот вокруг этих масок душ и построена новая механика, новый гиммик у этого зверя. Суть в том, что его карточки персональные. Он может использовать просто, а может усиливать их эффект. При этом для усиления эффекта он тратит свои перья, такие жетончики специальные. Как только он потратит их все, они раскрывают его. То есть наша птичка является миру даже без возможности обнаружения. То есть охотники сразу видят где он. Но при этом он несколько раз для этого должен сыграть сильные карты, которые помогут ему победить. При этом он может возвращать себе эти перья посредством получения ярости, посредством того, что его прихвостни, да, по-моему, это поклонники, они должны убивать кого-то на поле. И тогда вы тоже будете эти перья возвращать. То есть это такой восстанавливанный ресурс. А второй персонаж это Эсмерия. Это та охотница, одна из первых охотниц, которая в итоге стала зверем, да, вот этим вот таким ети-подобным, вендико-подобным монстром. Я так понимаю, что тут мы имеем возможность поиграть ею до превращения. А возможно ее расколдовали. Из видео пока до конца не понял. Сама по механике она будет очень подвижная, маневренная и позволяет двигать других охотников. То есть она будет очень быстро находить зверя и добегать до него. Хотя в принципе и без нее были опции найти быстро прийти к зверю. Потому да, она, наверное, только усилит костяк охотников. Хотя куда уж. Короче, два новых потенциально крутых персонажа очень жду, очень хочу попробовать. И экшен! миру явили победителей Шпильдес Ярос. И на моей памяти пока я увлекаюсь в хобби это первый раз когда мне нравятся призеры. Когда я порадовался за игры которые победили. Ну помимо Мистериум Кидс потому что я не играл это детская игра немного не мой профиль потому тут я не знаю. Две из трех огонь. Игра года это Дорф Романтик. Игра которая своей лаконичностью простотой красотой и залипабельностью меня пленила. Я очень хочу ее поиграть я очень хочу себе в коллекцию потому что играл только в ТТС и там нет вот этого ну не легаси элемента этого кампейн элемента и потому ну в этом вся прелесть игры. Я играл только по сути в базовую в первую миссию но она меня очень сильно порадовала. И я очень надеюсь что кто-нибудь привезет ее на русском. Очень хочется. То есть русский язык то на самом деле вообще не нужен но хочется. Просто ради доставки чтобы не платить втридорога за нее. То есть Дорф Романтик офигенная. Топовая игра для опытных игроков это Челленджерс. Я уже несколько раз неоднократно хвалил Челленджерс в рамках этой рубрики и я постараюсь для вас сделать обзор учитывая что на локализацию взяли Чучу и я знаю как получить себе коробочку теперь. Вот. Потому наверное оперативно сделаю обзор Челленджерс. Топовая ли игра для особо опытных игроков это вопрос спорный но я залип ну вы знаете да я много раз уже говорил что я дофига партий в нее сыграл но чего-то такого чтобы в нее было интересно прям вот опытным играть ну хотя наверное опытный не равно хардкорный игрок и вот если опытный просто такой типа всеядный многоиграющий игрок типа меня то да для хардкорных игроков нет вообще нет она довольно простенькая хоть и имеет несколько уровней глубины как бы странно это не звучало короче рад и за Челленджерс рад и за Дорф Романтик за Мистериум фиг его знай короче лайк этой премии спасибо в этот раз не оплошали и экшен а немного дополню рубрику про канал я неоднократно говорил что мне периодически пишут и предлагают прорекламировать ту или иную монополию давненько не было и вот опять игра с прекрасным названием просто 10 из 10 я отказался конечно же рекламировать но я хочу показать вам рекламу этой игры как бы странно это ни звучало но нет я как бы денег с этого не получил но это просто вот на уровне кринжа на уровне фейспаума наверное людям которые не любят англоязычные слова сейчас по ушам дважды резануло но сейчас резонет еще раз потому что вот вам реклама дрожж лэнд новая очевидительная настолка для тебя и твоих друзей стань богатым быстрее всех и купи собственный остров будь предпринимателем и скупай топовые компании закончи университет и стабильно получай деньги за каждый ход или к черту это стабильно просто стань мафией чтобы наживаться на остальных игроках да у каждого свой путь к победе можно покупать оружие крутые тачки играть в казино но когда накопишь на вертолет мигрируй на заветный остров скорее дрожж лэнд я не знаю кто догадался так назвать игру я надеюсь что это не кубик в кубе я очень надеюсь что это какая-то неросетка озвучила не хотелось бы чтобы он в таком вот себя замарал короче нет не покупайте эту игру ни в коем разе ну если она стоит там 200 рублей то ради кека можно но что-то не подсказывает что ни черта и экшен ну вроде больше ничего интересного за время его отсутствия в рамках настолок не было возможно что-то пропустил если пропустил пишите в комментариях расскажу в следующий раз как обычно вот и как всегда прошу вас не забывать поставить свой клевый такой массивненький приятный теплый ламповый и греющий мою душу лайк написать такой же комментарий можно какой-нибудь злобный они обычно лучше в душу западают не забывайте подписываться на канал не забывайте переходить по ссылочкам в описании там есть ссылочка на бусти ссылочек на что-то другое там больше вроде не должно быть но мало ли что вот а на бусти как всегда благодарю всех своих бустеров всех своих подписчиков платных кто поддерживает меня рублем и позволяет иногда уходить в отпуск потому что да это иногда полезно и иногда нужно вот спасибо ребят вам огромное за поддержку спасибо огромное всем тем кто дослушал аж досюда короче не скучайте не болейте играйте сами играйте с нами а я возвращаюсь в кузницу контента пока-пока не забудьте Продолжение следует...